Виталий, приветствую тебя! Очередная торговая неделя. Разбираем и технически, и фундаментально те возможности, которые на финансовых рынках есть. Опять же, сегодня у нас с тобой эфир. После крайне насыщенного окончания прошлой недели, когда мы на конференции Паула, его онлайн-саммит, который был организован в Wall Street Journal, мы видели, как отреагировал рынок, насколько бурными были движения буквально по всему спектру финансовых активов. И, к сожалению, меня больше всего на прошлой неделе разочаровала нефть, которая продолжает безумный ралли, безумный рост. В частности, сейчас котировки уже смотрел. Локально на азиатской сессии были аж в районе 71.36 центов. Ну, фактически, с такими ценами реально можно говорить о тех, кто был прав, что будут и 90 долларов, и 100, и 150 на фоне восстановления мировой экономики. Ну, ладно, это лирика все. Давай тогда сегодня попробуем обсудить эту ситуацию. Тем более, что я сегодня снова в идее по рынку нефти. Правда, уже изменил свою точку зрения. Ну, объясню сейчас, с чем это связано. Тогда демонстрация экрана и... Так, момент. Ну и плюс, если не ошибаюсь, на выходных приняли этот пакет мер, да? 1,9 триллиона. Виталий, чуть плохо что-то слышно. Можешь повторить, пожалуйста? Говорю, на выходных приняли этот пакет. Пакет экономических стимулов, все верно, да. Так, демонстрация должна была пойти уже. Да. Так, ну что ж, друзья, еще раз приветствую. Начнем мы сегодня по традиции, уже устоявшейся с локомотива движения всех активов рынка Форекс, поведение индекса американского доллара, который сейчас котируется на отметке 92.12. Как правильно отметил Виталий, в эти выходные, в субботу, Сенат, оставшаяся часть Конгресса, проголосовала за новые меры фискального стимулирования. Там были, скажем, 99% всех предложений, которые ранее мы видели о демократах, они приняты. Единственное, что не одобрили увеличение минимальной оплаты труда, там, до 15 долларов. Но это настолько незначительное, скажем, неодобрение, что вряд ли она застопает прохождение окончательно всего пакета экономических стимулов. Сейчас, конечно же, документ должны вернуть обратно в Палату представителей. Если те еще раз согласуют и подпишутся под тем, что все-таки зарплату трогать не будут, то уже будут передавать непосредственно Байдену, и ранее дедлайн, как срок отмечали, 14 марта, то есть это воскресенье, он, конечно же, выдерживается. Потому что я думаю, что окончательно с пакетом экономических стимулов все разрешится уже в рамках этой недели. Это, пожалуй, самое важное событие минувших выходных и событие, которое может стать фундаментальным таким триггером для дальнейших тенденций, движений. Я в течение довольно длительного периода времени ориентировался на это событие как продавец доллара, потому что был абсолютно уверен, что приток в экономику еще двух триллионов долларов, так же, как и по аналогии с реакцией доллара на экономические стимулы 2020 года, ну хотя бы на какое-то время должно напугать доллар. И напугать настолько, чтобы он оказался и в районе 90 пунктов, и даже протестировал данное значение. Я сегодня от этой идеи отказываться не буду, потому что ждал, когда все-таки зеленый свет будет из обеих палат Конгресса, и сейчас он фактически дан. Поэтому сегодняшняя сделка по индексу американской валюты и работать я предлагаю через отложку селл-стоп с уровня 91.90. Стоп-лосс ставим на отметку 92.30 и тейп-профит ждем инструмента в районе 90 пунктов. По поводу мер экономического стимулирования, я думаю, что те, кто следил за нашим с тобой контентом ранее, знают, что речь идет о том, что каждый американец, который попадает в определенную категорию по уровню ежегодного дохода, получит единоразовую выплату на 1400 долларов. И там будут увеличенные пособия по безработице, очень много денег пойдет на усиление кампании по вакцинации, тестирование от ковида. Ну, многие считают, что реально это тот самый пакет, который позволит американской экономике преодолеть состояние экономической рецессии. Ну, посмотрим. Не хочется каркать, конечно же, но вот в последние недели все чаще звучат разговоры снова об ужесточении экономических ограничений из-за новой очередной волны ковида. Я сам нахожусь в одном из, как бы, не на территории РФ, скажем так, и сам сталкиваюсь с этими ограничениями в моменте. Очень надеюсь, что эта история не будет иметь такого продолжения, как в 2020 году. Но есть то, что есть. Так, по другим идеям, ранее я рекомендовал работать с двумя рисковыми инструментами. Это евро, доллар и австралийцы. По типу, американцы эти идеи были основаны на ожиданиях того, что доллар просядет, и эти активы смогут упрощить свои позиции. Но из-за того, что на фоне роста доходности американских облигаций очень сильно скакнул доллар вверх, а сейчас мы видели график, конечно же, риск просел. И по обоим сделкам был достигнут уровень 100%. Но расстраиваться не нужно, так бывает, будем искать новые возможности и точки входа. Сегодня на фоне ралли рынка нефти я снова предлагаю обратить внимание на этот актив. И сделка будет buy limit с уровня 69.50, стоп-лосс 68.70. И ждем инструмента в районе 73 долларов за баррель. Вопреки всем ожиданиям, которые были на рынке углеводородов, страны ОПЕК не стали вообще ничего менять в плане действующих ограничений по сокращению добычи. Ну, ранее ожидалось, что они увеличатся, начиная с апреля, добычи на полтора миллиона. А фактически рост составит всего лишь 150 тысяч, потому что Казахстану и России разрешили немножко поднять планку. То есть полтора миллиона и 150 тысяч, разница в 10 раз. И вот, пожалуйста, эйфория, которую мы увидим сейчас на рынке углеводородов. Нефть, конечно же, очень интересный инструмент в моменте, точно крайне спекулятивный. Даже восстановление, собственно, доллара никак не сказалось на рынке сырьевых инструментов. Ну, в данном случае на рынке нефти. Потому что по аналогии с такой классической практикой, рост доллара – это фактор снижения цены сырьей, из-за того, что, в принципе, сырье становится более дорогим для держателей в иностранных валютах. Сейчас котировки в моменте 70-10. Сделку я озвучил, раз уж ОПЕК решил продолжать поддерживать весь рынок еще как минимум месяц. То есть у нас март, и следующее заседание ОПЕК пройдет 7 апреля, по-моему. То есть, можно сказать, месяц целый есть, когда котировки могут пользоваться спросом. Поэтому рассчитываю на вот это локальное продолжение ралли. И еще хотел одну сделку. Это сделка по золоту. В моменте у нас котировки 1700 долларов за трость кунсту. В принципе, консолидируемся мы уже третий день рядом с этой планкой. Но поскольку я очень много сейчас сказал про экономические стимулы, которые реально могут через приток ликвидности снова освежить риски инфляции, я думаю, что золото может напомнить о себе в качестве актива, который всегда интересен на фоне инфляционных рисков. И здесь сделка будет buy-stop с уровня 1710, stop-loss 1695 и take-profit 1750. Виталий, слово тебе. Так, демонстрация экрана видна? Угу. Так, ну, всех приветствую. Также хотел, ну, сегодня у нас 8 марта, да, хотел поздравить всех девушек-трейдеров, которые нас смотрят с праздником, да. Ну, и не только девушек-трейдеров, всех девушек. Чтобы не только, скажем, был праздник, у них 8 марта каждый день, да. Чтобы мужчины все время дарили, скажем, позитивные подарки. Поэтому как-то вот так. Дальше. По поводу рынков. Ну, и плюс пожелаю всем сегодня девушкам-трейдерам-трейдеров на рынке. Итак, перейдем к тем идеям, которые я в прошлый раз говорил. Делаем разбор полетов, в чем была, в чем были мои ожидания, в чем была моя ошибка. По евро-доллару, как все знают, кто смотрит меня, я такой медведь, да, все время. И, скажем, в каких-то моментах я переключался на БК, чтобы осмотреть ту коррекцию, да, по данному инструменту. Начиная с текущего года, января, я только шоркил. Евро-доллары зарабатывал покупки, пропустил раз. Было, конечно, обидно, что пропустил вот эту покупочку в начале февраля. Вторую, дальше шорт снова словил. То есть уже второй шорт у меня получился в текущем году словить. Профит вот этот частично взял, но очень мало, там пунктов, где-то 40. И вот этот шорт также взял. И почему я в прошлый раз хотел взять покупочку? Я ожидал, что вот эта коррекция, которая была по евро-доллару в начале марта, она чуть-чуть затянется. Она дойдет где-то в район 21.50. И получится взять там хотя бы 50-100 пунктов коррекции. Здесь было видно, как мы пробили вот этот локальный восходящий тренд, который был у нас в феврале. И мы его тестировали. Мы его, в принципе, протестировали в прошлую среду. Но я думал, этот ретест, этот трендовый, он затянется чуть повыше. Ну, приблизительно, как было, допустим, в январе, когда тестировали раз, потом еще чуть выше. То есть, какие глубокие коррекции после импульсов. Также, учитывая, что у нас импульс, начиная с района 22.40, ушли мы в район 1.20, достаточно большой такой импульс, пунктов 250, что мы с этого импульса идем чуть повыше. Хотя мы, в принципе, сделали практически, если взять Fibonacci, натянуть, то мы сделали 50%. Это, в принципе, достаточно. Возможно, вот эта жадность, которая была словить коррекцию повыше. Хотя мы сделали и 38% отката, и 50%. Я хотел как-то 60-70%. И поэтому получился стоп-лосс по евро-доллару. Пропущен вот этот такой хороший шорт, хотя мы находились еще в шорте с конца февраля, и хотелось слить вот эти все волны. Вот эта жадность привела к стоп-лоссу по евро-доллару. Напомню, что я евро все время шортил, индекс доллара покупал. Поэтому на сегодня, какое у меня мнение по рынку, ты там шортишь индекс доллара, возможен ли шорт по данному инструменту? Как вариант, да, коррекция возможна, возможно, и будет разворот, так как по евро-доллару аналогично. Но я пока смотрю на рост доллара, и буду сегодня работать на рост доллара в таком активе, как доллар против канадского доллара, лонг, то есть, возможно, покупать с текущих это 1.26.75, ну плюс-минус, если мы будем до этой точки находиться. Даже, ну, все, что в будущем 26.50, возможно, рассмотреть, как и покупка. То есть, покупаем стоп-лосс, ставим вроде там 1.26.00, и профит здесь, возможно, локальный первый выставить, это в районе 1.27.30, и второй профит, это в районе 1.28.80. То есть, пока я вижу рост доллара по всем активам, начиная тот же австралийский доллар, я думаю, что он дальше будет падать. Фунт-доллар тоже, думаю, что он будет падать, возможно, кто там работает с фунт-долларом, возможно, его рассматривать на шорт. Конечно, могут быть альтернативы по рынку, которые ты рассматриваешь. Если будет обратный импульс по фунту, если мы уйдем наверх, импульс аналогично по евро-доллару, если там сегодня, завтра, рынок покажет сильный импульс наверх, то в таком случае будем менять свое мнение на рост евро-доллара. Поэтому там здесь, возможно, затянется коррекция. Ну и пусть по золоту... Ну, по золоту пока коррекция возможная, но оно тупо шартовое. Есть мнение, что вот это все движение, которое у нас идет полгода, по золоту вниз, что это коррекционные движения, и мы с этого движения должны выстрелить наверх. Пока я точек кода не вижу. Если они нарисуются, такие хорошие, так как у нас сейчас мы свободно падаем, если пройдет сильный импульс наверх, будет уже показано, что реально лонг рисуется. Буду говорить о лонгах. Пока сложно сказать, но, возможно, мы где-то уже близко к развороту. Это пока возможно. Дальше. По фондовому рынку вот пришел пакет стимулирования, и фондовый рынок придет новые деньги, должен расти, но у меня другое мнение. Я еще на прошлой неделе говорил о шортах, вот об рассматривать шорт по индексу S&P 500 и по другим индексам. Мы с ребятами, я своим ученикам говорил, шортить там и Билл Джонс, и Насдак, и S&P 500. Мы их шортили, в принципе, неплохо падали. Я думаю, что пока на текущую картину мы хоть и находимся по S&P возле сильного уровня поддержки 38, но мне кажется, что его будут дальше заваливать вниз. Поэтому, кто рассматривает данный актив в шорт, возможно шортануть стоп-лоссы за сегодняшние хаи. Аналогично, если посмотреть индекс страха, то его вот здесь тоже чуть-чуть и так заворачивают, тоже сегодня, завтра, послезавтра должны подстрелить наверх. Возможно, это затянется на чуть дольше, но как-то вот так. Пока вижу рост доллара по канадскому доллару и возможность шортили 500 с текущих, это в районе 38 с копейками, тысяч, и стоп-лосс за хаи 38, 70, возможно, 80, поставить стоп-лосс. Как-то вот так. Понял тебя, Виталий. Спасибо тебе за твои идеи. Следим тогда за тем, как будут развиваться события. Действительно, меры экономического стимулирования, они вроде как согласованы, но не нужно забывать, что подписи-то Байдена по-прежнему нету и могут эту тему еще обсуждать в течение всей недели. Могут быть какие-то и негативные новостные вбросы, что там не все так, как хотелось бы, а поможет ли, не поможет вообще этот пакет экономических стимулов. Короче, если, не знаю, так мельком где-то видел на прошлой неделе, что Байден уже давно на публике не появлялся, несколько недель. Говорят, что болеет что-то. И поэтому посмотрим, какая реакция рынка будет на то, что он уйдет в отставку, как вариант, если он там, потому что мы знаем, что у него там есть какая-то полезь, и какая реакция рынка на это будет. Конечно, да. Сейчас нужно быть крайне осторожными, но мы традиционно с Виталием призываем вас, даже если вы на 100% уверены в сделке, контролируйте риски, потому что это очень важно. Рынок, наверное, самое коварное, что только может быть, и очень часто показывает совершенно не ту динамику и довольно серьезную волатильность, которую хотелось бы видеть. Виталий, спасибо тебе, хорошей тебе торговой недели и до следующей встречи в среду. Спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok